Иисус Господь! Аллилуйя! Сегодня у меня такое название проповеди, оно такое пространное немножко получилось, ну, как бы, чтобы лучше донести. Практика вовлечения в церковь с целью отлучения от нее, с небольшим юмором, и практика отлучения от церкви с целью укрепления в теле Господнем. Вот как вот это понять, да? Я верю в то, что тема будет интересная, потому что я ее буквально ночью получил, под утро как бы завершение пришло, и отдаю свежее, пока горячее, берите. Все прямо с небес. Для меня это большое преимущество, привилегия. Я бы хотел, чтобы каждый член нашей церкви имел личное откровение с Господом, потому что я считаю, что это самый важнейший приоритет, получать личное откровение. Сегодня у нас, например, будет трапеза Господня, и апостол Павел в своем коринфянском послании, он восклицает о том, что то, что я принял лично от Иисуса Христа, он так это пишет, подчеркивает, лично принял от Иисуса Христа. Никто-то этому его научил. Апостол Павел, не зная лично Иисуса Христа, после того, как Иисус Христос уже вознесен на небо, он имеет личное откровение от Иисуса Христа. Я верю в то, что если апостол Павел, бывший изверг, гонитель церкви, имел личное откровение, то каждый из нас может иметь личное отношение с Иисусом. Скажи аминь на это. Потому что это правда, это истина. Иисус, Он всегда рядом, Он всегда близок. Так, всякий, призвавший имя Господне, написано, спасется. И я хочу открыть первое место, такое вступительное, оно написано во втором послании к Тимофеям, 4 глава, с первого стиха. Апостол Павел дает своему соратнику, сотруднику Тимофею, который был юношей, но это был очень ревностный служитель. И он ему пишет, «И так заклинаю». Когда апостол Павел начинает с таких слов, это всегда говорит о том, что это очень серьезно. То есть апостол Павел буквально ставит своего соратника, сотрудника перед какой-то клятвой, перед какой-то заповедью. И он говорит, это важно исполнить. Это важно исполнить. «И так заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим, и Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых явления Его и Царствия Его. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к чему обратятся? К басням. В другом месте апостол Павел пишет о том, что почему-то эти басни иудийские. Иудийские басни, да, но делайте выводы сами. О том, что, как правило, да, ну я немножко сделаю такую подсказку. Все басни на сегодняшний день, и на сегодняшний день все это остается актуальным. Они исходят от, к сожалению, от ортодоксальных евреев, которые за две тысячи лет так и не поняли, кто такой Иисус Христос. Ну, я хочу сказать, ну, я вас умоляю, за две тысячи лет не понять, что Иисус Христос есть Мессия, это просто смешно. И поэтому до сих пор в синагогах запрещается читать 53-я глава книга пророка Исаия, потому что там все настолько прописано, что понять просто вот все. То есть описан Иисус Христос. Мы не будем это читать. И есть очень много фактов того, что главный раввин или тот или другой раввин, очень известный раввин или не очень известный раввин, после своей смерти оставляли такие предсмертные записки о том, что я на самом деле должен признаться, что с какой-то определенной части своей жизни я поверил в то, что Ишуа Машех – это истинный Господь, истинный Бог. И признание такие о том, что и самый известный раввин в синагоге, он признание дает о том, что я на самом деле верил в Иисуса Христа. Но боялся признаться, потому что вы бы меня побили камнями. Раввины признаются. Ну вот, просто вот так. А какая-то часть просто рассказывает басни для того, чтобы отправить, отвратить от путей Господней, для того, чтобы сбить с путей, для того, чтобы доказать о том, что Иисус – это вообще выдумка, какая-то легенда, кто его придумал вообще. Но это все, нам надо внимать, это все иудейские басни. Так Библия говорит. И здесь апостол Павел предупреждает своего ученика, своего последователя, Тимофея, о том, что в последние времена здравого учения принимать не будут. Я хочу сказать, такие времена уже настали. И будут искать себе кого? Будут по своим прихотям, то есть по своим хотениям, по своим вожделениям будут избирать себе учителей, которые что бы делали? Которые будут льстить слуху. То есть будут говорить какие-то приятные вещи. Я хочу сказать, что самая такая распространенная ересь последнего времени – это учение о гиперблагодати. Что это за учение? Это учение о том, что у Бога так много любви, и пока я согласен, безмерная, безусловная любовь, которая принимает абсолютно всех людей, независимо. Ты можешь быть голубым, ты можешь быть зеленым, ты можешь быть розовым, ты можешь быть красным, ты можешь быть белым. Бог всех любит и даже позволяет оставаться такими. Но я хочу сказать, вот это уже ересь. В том плане, что просто если человек во грехе, в пороке, Бог скажет ему о том, что я тебя люблю, но твой грех и твой порок я ненавижу. Потому что это и есть мерзость передачами Господа. И это будет проявление Божьей любви. Бог не оставит человека в том плане, что человек остается в пороке, и просто вот так на самом деле верить в то, что все равно этот человек прощен, потому что Бог его так сильно любит, потому что у него гиперблагодать. Я хочу сказать, это очень распространенная ересь в последнее время. Но мы будем, вы знаете, как в одном городе, в книге «Деяния» в 17 главе написано в одном городе Верея, ну, знаете, вот мне даже хочется сказать от слова «вера», но это не совсем так, но вот собрались ученики, которые были благомысленнее, фессалоникийских учеников, которые с усердием приняли Слово Божие, и каждодневно написано, каждый день разбирали Священное Писание, чтобы убедиться, так ли это. Понимаете? Каждый день, не раз в неделю, не раз в месяц, не раз в год по праздникам, да просто прочитать и забыть. Каждый день они исследовали Священное Писание. А так ли говорит апостол Павел? А так ли говорит апостол Петр? А так ли говорят апостолы? А так ли говорит проповедник? Не важно, насколько известный проповедник говорит. Проверяйте это по Священному Писанию, потому что Священное Писание – это Слово живого Бога. Скажи Аминь. Слава нашему Богу! мы будем продолжать. Итак, апостол Павел предупреждает, и он говорит о том, что просто в последние времена будут вот какие-то опленные такие движения, учителей будут избирать, которые бы говорили какие-то приятные слова, что у вас все хорошо, что ну просто вот, ну просто верьте в Иисус Христа, все остальное, оно просто будет сыпаться с небес, манна небесная, и просто определение, знаете, вседозволенности, очень распространенная ересь о том, что ну в принципе, мы сейчас такое же время живем, что я могу себе позволить все, и в принципе, я свободный человек. Люди понимают слово свобода превратно, в угождение своей плоти, о том, что я буду делать то, что хочет моя плоть в большей степени. Апостол Павел в одном послании пишет, он говорит, когда я получил вот это откровение, я не стал советоваться со своей плотью. Помните до этого места? Мы не советуемся со своей плотью, что плоть хочет? Жена, написано, которая любит комфорт, сластолюбивая, написано, она заживо умерла. Представляете, насколько это все серьезно, потому что если мы любим комфорт, если мы ради комфорта, ну не хотим куда-то ехать или куда-то идти, или проповедовать, или просто стучаться в двери, потому что страшно, потому что нас могут прогнать, потому что нас могут побить. Не хотим, мы живем хорошо, у нас все есть, но вы знаете, это опасное состояние конформизма. И я бы хотел сказать о том, что есть какие-то опленные такие методы, да, вот первая часть моего названия, да, проповеди, что практика вовлечения в церковь с целью отлучения от нее, это вот как раз такие опленные такие льстивые слова, льстивые проповеди. Придите к нам, у нас так хорошо, у нас так приятно, у нас так уютно, у нас такие хорошие люди, у нас вы сможете, вы знаете, я даже в этом когда-то участвовал, я думаю, что есть какая-то грань, до которой мы можем на самом деле делать евангелизации, я хочу сказать, можно делать евангелизацию абсолютно через все, ну в том плане, что просто можно делать евангелизации через футбол, да, вот сейчас чемпионат мира проходит, и наши братья корейцы, да, чемпионов мира обыграли. Ну для меня, как для корейцев, это вы знаете, это, я не знаю, это какое-то, это чудо, я вот по-другому это не назову, потому что все знают, весь мир знают, что корейцы играть в футбол не умеют, просто, и это только, вот я верю так, ну мы с Наташей согласились в этом, это только благодаря тому, что они мощные молитвенники, я уверен в том, что вся Южная Корея точно, Северная, там может быть подземная церковь тоже в этом участвовала, но Южная Корея молилась день и ночь, день и ночь, и вот это то, что произошло, 2-0 обыграть Германию, это чудо, по-другому это не назовешь, да, и это ответ на молитву. И вы знаете, просто на самом деле, мы когда-то делали такие евангелизации, что у нас в нашем городе, там, где мы служили, там в Казахстане, мы делали такие секции, христианские секции по футболу, и мы устраивали такие городские, потом уже междугородные соревнования по футболу, и вы знаете, ребята, бывшие наркоманы, наркозависимые, алкозависимые, доходили до такого уровня, что они уже были полупрофи, то есть, ну, уже там, накачаны ноги, уже бегают там, как кони, там, ну, просто забивают голы уже, ну, все, вышли на очень хороший уровень, и потом уже там кого-то уже выбирают уже там в отбор, в сборную, и это использовалось для евангелизации, секции по боксу, да, о том, что устраивали кто-то, хороший тренер там начал, ну, такую христианскую секцию, ну, просто как бы, с одной стороны, люди начали приходить, вот, ну, занимаются в тренажерных залах, которые прямо внутри церкви, ну, например, я знаю, что и здесь, в Болгарии есть такие церкви, где внутри церкви прямо находится тренажерный зал, и это нормально, хочу сказать, люди туда приходят, платят какую-то пленную такую мзду, плату, занимаются, им параллельно там сложены какие-то пленые места из Библии, они уже читают, то есть, они уже начинают пропитываться Божьим словом, но есть какие-то методы, которые для церкви, они просто неприемлемы, ну, в плане того, что просто когда используются какие-то пленые такие, просто, ну, как, оккультные там, вплоть до того, что там, ну, просто создаются какие-то кружки, какие-то общества, которые что-то вот так на грани там, ну, там, давайте вместе помедитируем, например, да, или там просто пригласить какого-то известного человека, и вы знаете, на самом деле, то есть, я знаю, что даже, ну, вот здесь, вот в этой церкви приглашались очень видные деятели, вот, ну, просто науки, приходили, читали определенные лекции, но потом люди нам говорили, извините, я вообще в церковь пришел или лекцию послушать? Лекцию могу послушать где-нибудь в другом, я думал, что сегодня я услышу Слово Божие. Приходит известная личность, которая известна по всей Болгарии, и она просто, эта личность рассказывает о себе, о своих успехах, каких-то достижениях, ни Слово о Христе, я был лично свидетелем, несколько раз я присутствовал вот в этом зале, когда вот с этого места просто очень известный человек говорил о том, о том, какой он, величина, ну, просто мега, ну, просто, и люди вот так сидели, с открытыми ртами слушали, и потом уходили разочарованы, потому что церковь – это не место для каких-то вот таких вот, знаете, ну, просто, ну, изысков человеческих, когда просто привлечь внимание к человеку, не к Иисусу Христу. Я хочу сказать о том, что все то, что отвлекает внимание от Иисуса Христа, является оккультным. Слово оккультизм, он так и переводится – пойти окольным путем, не прямым путем, а влезть через ворота, через окошко, и там вот как-то пробраться, как-то затесаться, но Библия говорит о том, что потом этого человека возьмут и просто выбросят туда же, через окно. поэтому мы не будем этим заниматься, и я хочу сказать о том, что просто реально, когда церковь использует какие-то особенно мирские методы, мирские способы привлечения в церковь людей, то потом люди приходят сюда и говорят о том, что а чем же вы тогда как церковь вообще от мира отличаетесь? То есть вы даете нам мирской метод какой-то, мы здесь хорошо там подвигались, там просто, ну, на дискотеке потанцевали, под рук музыку попрыгали, да, и просто вот, ну, тогда вот вы только скажите тогда, чем мы вообще отличаемся? Вы кто, вы вообще верующие, да, или мы просто, ну, на самом деле какие-то рокеры, да, которые, ну, просто любят рок и пришли в церковь послужить рок. Ну, вот я, например, против вот этих вещей, когда особенно звучит вот такой, знаете, именно пропитанный такой хэви-метал, когда вот тяжелая музыка звучит, и опять же, я был свидетелем, это я не говорю голословно, я говорю о том, что я видел вот эти вещи. Я хочу сказать, они не привлекают людей к Иисусу Христу, чаще всего, за редким исключением. Я, например, только один раз в свою жизнь я слышал христианский рэп, который мне в духе понравился, там, потому что там звучало конкретное пророчество, пророчество, которое так было отложило сердце. Я говорю, это что, рэп? Он говорит, это христианский рэп. Но это было исключением из правил. Потому что само понятие рэп, оно выходит из оккультных источников. Давайте мы пойдем дальше. Я коротко коснулся того, чем мы, как церковь, не будем заниматься, то есть мы не будем привлекать людей мирскими, светскими или тем более оккультными какими-то методами. Это противно Богу, это мерзость. Следующее место, которое хочу открыть сегодня, и мы уже подходим вплотную ко второй части. Давайте мы откроем вместе. Евангелие от Матфея, 21 глава. Это место очень интересное, оно просто потрясающее. Я для себя лично получил откровение, что-то новое. Я знаю, что Иисус Христос всегда дает что-то новое для понимания. Сколько бы я ни открывал Библию, каждый раз открывается что-то новое. Постарайтесь, вы знаете, на самом деле, никогда не прийти к такому состоянию, когда ваш разум скажет, а что читать Библию, я все там знаю, я ее читал уже сотни раз. Вот это страшное состояние. Апостол Павел предупреждает, тот, кто думает, что что-то знает, тот на самом деле ничего не знает, как должен знать. Очень важно знать автора, потому что на самом деле, вот сегодня, вчера Библия тебе была понятна, если ты сегодня на шаг, на полшага отошел из Уссу Христа, для тебя это уже закрытая книга. И если ты живешь вчерашним откровением, для тебя нет никакой пользы. Это не дает тебе жизни. Это уже мертвая пища. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 18 стиха. Давайте мы прочитаем вместе. «Поутру же, возвращаясь в город, речь идет об Иисус Христе, Иисус Христос взалкал, поутру же возвращаясь в город, взалкал, и увидев при дороге одну смокомницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смокомница тот час засохла». Увидев это, ученики удивились и говорили, как это тот час засохла смокомница. Иисус же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру, и не усомнитесь, и не только сделайте то, что сделано со смокомницей, но если и горе сей скажете, поднимись и вернись в море, будет, и все, чего не попросите в молитве с верой, получите. Аминь». И вы знаете, вот я слушал проповедь Антона через интернет, через ютуб, на прошлой проповеди Антон вспоминал про Соломоново острова, о том, что если какое-то племя захотело там очистить для себя участок, мы недавно смотрели фильм художественный на эту тему, то люди, это племя выходило и просто ругало деревья, эту рощу, говорились какие-то плохие слова, через какое-то время эти деревья засыхались. Здесь Иисус Христос тоже демонстрирует какую-то определенную такую власть, но только это не в течение какого-то энного количества дней, времени, это произошло мгновенно, и ученики удивились, как это тот час засохла смокомница. И вы знаете, вот сегодня я немножко коснусь вот такой темы о том, что как так, вот Иисус Христос, который является Богом, Творцом, вот пришел, вот не нашел плода, я бы хотел немножко вот подчеркнуть о том, что вот все дышащее на земле, на этой земле имеет свободу выбора. Вот может быть для кого-то это странно прозвучит, но вот я бы хотел именно подчеркнуть величие Бога, который позволяет каждому дышащему существу на этой земле иметь свой собственный выбор. Вот эта смокомница, она просто сделала выбор, ну я не принесу плода, вот хотя я знаю о том, что пришел Творец, ну то есть по внутреннему такому нутию, наитию, да, и Иисус подходит, поискал, посмотрел, плодов нет и говорит, да не будет плода вовек на тебе. И она тут же, то есть в другом месте Иисус Христос вообще проклял эту смокомницу, и эта смокомница тот час засохла. Я хочу сказать о том, что здесь есть очень хороший прообраз, давайте мы почитаем дальше, потому что вот здесь смокомница, вот для меня, что откровение вот в этом месте, это было прообразом того, что потом произошло с фарисеями. В этой же главе, давайте мы будем читать в контексте, глава не закончилась, с 23 стиха, и когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины города. Представляете, это не просто обычные служители, первосвященники приступили, старейшины города, самые уважаемые люди, и сказали, какой властью ты это делаешь? Кто тебе дал такую власть? Потому что они увидели, что власть Иисуса Христа невероятна, она колоссальна. Иисус сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном. Иисус, как истинный еврей, он отвечает вопросом на вопрос. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делали. Крещение Иоанна откуда было? С небес или от человеков? Они отошли в сторонку и начали так рассуждать между собой. Если скажем с небес, то он скажет нам, а почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу, не знаем. Вот так вот, не знаем. Такое лукавство, да, такое лицемерие. Иисус что говорит? Сказал им и он. И я вам не скажу, какой властью это делаю. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ, не хочу. А после, раскаившись, пошел. И подойдя к другому, он сказал тоже. Это сказал в ответ, иду, государь, и не пошел. Иисус, который из двух исполнил волю отца. Фарисеи, первосвященники, старейщины, говорят ему, первый, ну, конечно, первый, хотя он и не захотел, но потом раскаивался, пошел, исполнил. Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мытари и блудницы, вперед вас идут в Царствие Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. То есть его диалог про Иоанна продолжается. Он показывает им, в каком они состоянии находятся. Вы же, и увидев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. То есть они были, как второй сын, они не покаялись. Вы слышите другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой. И здесь Иисус Христос уже говорит уже конкретно о себе, подводит их через притчу. Выкопал в нем точило, построил башню, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг, то есть прообрази пророков своих. К виноградарям взять свои плоды. Виноградари, или пророки, обращались к народу. Винограды, схватив слуг его, то есть пророков, иного прибили, потому что практически всех пророков поубивали. Иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари, прообрази фарисеи, вот эти первосвященники, вот эти книжники, вот эти старейшины, увидев сына, сказали друг другу, это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследство его. И схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Что здесь делает Иисус Христос? Иисус предсказывает, он пророчествует, он предсказывает о своей смерти. Итак, когда придет хозяин виноградника, Иисус задает вопрос, что сделает он с этим виноградарем? Говорят ему, фарисеи говорят, первосвященники говорят, старейшины города говорят, злодеев сих предаст злой смерти. То есть они сами выносят себе суд. Аминь или не аминь. А виноградник однажды другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им. И вот здесь тоже, вы знаете, кстати, когда второй раз идет речь о виноградниках и о виноградарях, которые будут отдавать ему плоды, здесь идет уже пророчество о Церкви Божьей. О том, что мы на сегодняшний день, вот эти виноградари, которые приносим плоды и отдаем их в свое время Богу. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался головой угла. Это от Господа, и есть дим на вочах наших. Потому сказываю вам, и смотрите, что Иисус Христос произносит, что отнимется от вас Царствие Божие, и дано будет народу, приносящему плоды Его. Что происходит? Иисус Христос, я хочу сказать, вот я хочу назвать это такое, для многих это страшное слово, отлучает, отлучение. У Иисуса такая колоссальная власть, ну это понятно, это Господь, это Бог. Он берет и забирает Царствие Божие у фарисеев и говорит, Сказываю вам, что отнимется от вас Царствие Божие, и дано будет народу, приносящему плоды Его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется. И на кого он упадет, того раздавит. Кто этот камень? Этот камень Иисус Христос. Этот камень Откровения. Этот камень Церковь Божия. И слышав притчи Его, первосвященники фарисеи поняли, они поняли, наконец, он говорит им одной притчи, второй притчи, примеры приводят, и вдруг их озарело. Так это он о нас говорит, о фарисеях, о первосвященниках. Поняли, что он, они говорят, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Аминь. Интересно? Вы знаете, почему здесь очень интересно? Потому что смокомница, это было реально прообразом того, что если какая-либо сущность или целая деноминация не приносит Богу плода, то она высыхает. Ее по другому месту, в Евангелии от Иоанна написано, просто берут и бросают куда? В огонь. И там будет плач и скрежет зубов. Я хочу сказать о том, что в этом месте, вот для меня первый раз так открылось, в этом месте происходит отлучение целой деноминации. Слышите меня? Целого фарисейского направления. Я, Господь Бог, беру от вас Царствие Божие и отдаю другим. Слышите меня? Вы уподобились смокомнице, к которой я пришел для того, чтобы увидеть на ней плод, но плода не нашел. Это так или не так? Фарисеи стояли, написано в другом месте, опять же слова Иисуса Христа, при Царстве Божьем, при вратах, но и сами не входили, и другим не давали входить. Аминь или не аминь? Это так. И тогда что Бог делает? Бог приходит в лице Иисуса Христа и что? Отлучает целую фарисейскую деноминацию. А это была огромная деноминация. На то время это была самая влиятельная, самая богатая, самая такая, вы знаете, ну, просто респектабельная, ну, скажу так, что туда ходили уважаемые старейшины города, самые уважаемые люди, почитали честью посидеть, побыть вот в этой фарисейской синагоге. Иисус Христос пришел, высказал все слова, обличения, наставления, вот посмотрел, ну, просто люди вообще не воспринимают. И что? Вот я просто беру и отбираю от вас Царствие Божие и отдаю другим. Скажи аминь. Интересно? Это очень интересно на самом деле, потому что Иисус Христос реально имеет такую власть. Я хочу сказать о том, что в аду Библия не запугывает на самом деле. Ад – это такое место, куда не посылают человека какого-либо насильно, или вот он не знал. Я в это верю, что Бог миллион раз обратится к той или другой души со словами покаяния, с возможностью покаяться, с возможностью спастись. В ад попадают на самом деле люди, которые, ну, вот как вот, не знаю, пренебрегли всеми какими-то предупреждениями, обличениями и приняли решение – я буду жить без Бога. Вот как вот в Салтере написано «И сказал, безумец в сердце своем нет Бога». Это безумие. Это одна из форм психического заболевания. Верить в сердце, что Бога нет, Библия говорит об этом конкретно – это безумие. И вот такие люди есть. Я хочу сказать о том, что их количество, их число на сегодняшний день растет. Просто в какой-то геометрической прогрессии. Давайте мы прочитаем следующее место. И оно тоже очень интересное. Давайте мы вместе откроем первое послание к Олимпинам. Первое послание к Олимпинам. Пятая глава. С первого стиха. И здесь происходит то, о чем мы уже говорили. Ну, я думаю, что напоминание возбуждает здравый смысл, потому что это очень серьезные места из Библии, которые уже конкретно говорят о том, как вообще все это происходит в церквях. Но я хотел бы сказать, я первый раз получил для себя вот сегодня откровение утром, да, как завершение какое-то. Сегодня я смотрю на это место не на как что-то страшное. Многие люди с каким-то страхом воспринимают, ой, вот, ну не дай Бог там меня от церкви отлучают, да, или там, тем более там придадут анафемы. Наверное, это все конец. Это, наверное, все окончательно проклято, это просто все уже, ну, то есть обречен и уже конкретно просто жди, когда тебя там в ад отправят. Но я хочу сказать, это не так. Сегодня у меня для вас есть радостная новость, радостная такая весть. Я сегодня могу сказать, что, знаете, как-то первый раз мне, вот я вот как-то про себя произнес вот это слово анафема. Вы знаете, это слово мне понравилось. Потому что оно не для какого-то неблага, оно как раз-таки вот именно для спасения. Давайте мы разберемся с этим. Апостол Павел опять же пишет, есть верный слух, то есть это надежно, да, это уже несколько свидетелей пришли, сказали, засвидетельствовали, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, в церкви появилось, притом такое блудодеяние, какое не слышно даже у язычников, то есть у неверующих, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы плакать, потому что это были обращенные из язычников, ну, возможно, у них в прошлой жизни это было нормально. «Дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело, а я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, общий с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане возмождение плоти, чтобы дух был спасен». И смотрите, вот это, давайте мы запомним, предать сатане, вы знаете, церковь обладает колоссальной властью, такой же властью, как власть Иисуса Христа, потому что эту власть нам дал Иисус Христос. И Он сказал, что то, что я делал, и вы также будете делать, и даже более того. И в моем представлении это просто, очень просто, потому что Иисус Христос продолжает через нас являть свою власть, продолжает что-то на самом деле связывать, и Он говорит церкви о том, что все то, что вы связываете на земле, будет связано на небесах. Аминь или аминь. Все то, что вы развяжете на этой земле, будет развязано на небесах. И здесь происходит вот на самом деле вот это связывание. Предать сатане звучит страшно. Но как так можно человека предать сатане? Возмождение плоти. Но для чего это делается? Давайте мы прочитаем конец. Чтобы его дух, слышите меня? Это не для того, чтобы проклясть и навечно в ад отправить. Ну, я хочу сказать, церковь, вот истинная живая церковь, она этим не занимается. Церковь, живая церковь, живого Бога не отправляет людей в ад. Вот поверьте мне. Бог, написано, не желает смерти грешника, но желает, чтобы все пришли к покаянию. Аминь или не аминь. Все пришли к покаянию. Без выбора. То есть Бог желает, чтобы всякая душа на этой земле спаслась. Это его воля, это его любовь, это его желание. Я хочу сказать, в этом его величие. Величие Бога, что Бог каждой былинке на этой земле, всему дышащему, дает право выбора. Смокомница ты можешь выбирать. Приносить плод или не приноси плод. Тут только ты должна знать о том, что нет плода. Ну, значит, все. Ну, то есть, это конец. Если ты об этом знаешь и все равно продолжаешь, то выбора для себя уже не остается. Но это был твой выбор. Тебе его никто не навязывал. Чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам вхалиться. Разве не значит, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос заклад за нас. Посему станем праздновать. Вы знаете, мы призваны, мы христиане, мы призваны праздновать, на самом деле. Ну, это праздник в духе. Не со старой закваской, не закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты истины. Я писал вам послание, и здесь апостол Павел дает пояснение. Не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего. Мы имеем общение с блудниками, мы им проповедуем, да, мы пытаемся до них докричаться. Вот совсем недавно, вы знаете, когда началась вот эта акция против Стамбульской конвекции, я там начал принимать активное участие, и когда просто вот несколько моих комментов просто взяли, стерли, просто какая-то машина, как-то вот так отслеживает и находит все те, кто не согласны, там, я не знаю, как это, ГСПБ, там, ну, вот эти гомосексуалисты, вот эти лесбиянки с голубыми и розовыми, их просто блокируют на Фейсбуке, потому что, я так понял, что в управлении Фейсбука тоже сидят кто? Ну, они же. И просто вдруг ко мне начинают напрашиваться в друзья какой-то американец, я вижу, что там USA, там просто давай дружить, там на английском языке пишет, там я перевожу, читаю, ну, давай, давай, просто, ну, принял его дружбу. Ну, через несколько дней он начинает меня, то есть это мужчина, там одна фотография, там просто вижу, там что, ну, просто там в возрасте, он начинает меня, о, кадрить, да, о, какой секси, какой красивый, там, мужчина, да, ну, вот, если ты, в принципе, там согласись, то я мог бы даже и оставить здесь все свои дела и прилететь тебе из Америки, ну, там, что у нас завязываются какие-то взаимоотношения, вы знаете, просто, ну, я просто вот так, ну, я вот просто, ну, вот я из такого города, из Шахтерского города, вот где за такие вещи, ну, просто, вы знаете, ну, то есть это без разбора, ну, просто вот так ложат, ну, просто на самом деле. Я ему там, ну, сразу там диагноз поставил ему, да, просто, ну, как врач, о том, что ты вот такой-то, такой-то, ну, ты просто на самом деле, и, ну, я успел ему написать, потому что, ты знаешь, Бог тебя любит, но он ненавидит твой порог, он ненавидит, и просто привел несколько мест из священного писания, и говорит, я тебе, ну, я пишу о том, я тебя блокирую, ну, просто, и он там написал о том, что бай, и буквально через несколько часов, через два-три часа ко мне приходит сообщение от робота о том, что на вас поступила жалоба, если вы будете дальше так продолжать, вас вообще, ну, просто вашу страницу на фейсбуке просто сотрут, просто заблокируют, представляете, вот такое происходит, ну, ну, хорошо. И вот это, конечно, вы знаете, просто вот пояснение. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, мы общаемся, мы проповедуем, мы говорим, мы призваны к этому, о том, что мы говорим о том, что, ну, дорогой, вот, ну, я тебя уважаю, там, Бог тебя любит, но вот то, что ты делаешь, это мерзость пред Богом, и я обязан тебе об этом сказать. Если будешь продолжать это делать, пойдешь в ад, и кто тебе еще это скажет? Я тебе это говорю о том, что в Библии так написано, что блудники, что ни малаки, ни пьяницы, царствие Божие, что, не наследует. Это исключено. Или с лихоимцами, или хищниками, или долуслужимыми, мы призваны им проповедовать, иначе нам надлежало бы выйти из этого мира. Но я писал вам, не сообщаться с теми, кто, называясь братом, давайте мы послушаем внимательно, остается, то есть, если брат называет себя христианином, да, или там, или сестра, христианка, да, остается блудником, или лихоицем, или идолуслужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, и можно продолжать дальше. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судите внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Все. Через какое-то время мы точно знаем о том, что этого человека предали анафеме, и просто вот, ну, он отлучен. Просто он вне церкви. Объявили, с ним не кушали. Но я хочу сказать о том, что это не конец. Вот, на самом деле, мы предупреждаем по Библии, мы обличаем, призван обличать, да, написано, но и обличайте. Увещеваем, ставим на замечание, в конечном итоге предаем анафеме, но это еще не все. Это не конец. Смотрите, что говорит Священное Писание во втором послании Коринфянам. Давайте мы прочитаем вместе. Во втором послании Коринфянам, во второй главе, с четвертого стиха, тот же апостол Павел пишет, от великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, которую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех вас. Для такого довольность его наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его. То есть речь идет об этом отлученном человеке, который просто предали анафеме. Вам уже лучше его простить. Тот же апостол Павел пишет, который своими словами сказал, я предаю тебя сатане во измождение плоти. Апостол Петр с ним соглашается в другом послании, потому что там написано, он пишет, страдающий плотью что? Перестает грешить. Вот для чего это все делается. Для того, чтобы человек перестал грешить, для того, чтобы он понял, что это все очень серьезно. Для такого довольность его наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, чтобы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь. Аллилуйя. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал вам нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Ну, задача дьявола соблазнять, искушать и вести людей в погибель. Он не сделал лжец. И знаете, вот на самом деле, вот это место, оно лично для меня радостное. То есть, вот это все, вот эти меры. Не для того, чтобы кого-то унизить, унизить, кого-то оскорбить, поставить как-то на место. И тем более, не для того, чтобы вот так просто предать какому-то проклятию, анафеме, и вычеркнуть его из своей жизни. Сказать, все, я этого человека вообще знать не хочу. Не для этого. Там впереди еще есть, да, свет в конце туннеля, который говорит о том, что все это делается для того, чтобы... И вы знаете, в 7 главе вы можете сами прочитать, вот в этом же втором послании к Олимпинам. Хотя давайте мы прочитаем, потому что там тоже очень важно, какое-то действие возымело на всю церковь. В 7 главе мы можем прочитать с 8 стиха. «Посему, если я печалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было. Ибо вижу, что послание то печалило вас...» Ну, это он пишет именно про те вещи, когда человек был отлучен, когда он был предан сатане. «Впрочем, на время... Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога так, что нисколько не понесли от нас учерба. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Давайте мы это просто вот запомним, да. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. А вот печаль мирская, что она производит? Она производит смерть. Знаете, на То есть, если человек печалится или тоскует о Боге, это хорошо. А если печает и просто тоскует, это плохо. Или тоскует о чем-то мирском. Вот, если бы я сейчас был там в мире, то я мог бы позволить себе, эта печаль ведет к смерти. Ибо то самое, что вы печалитесь ради Бога, смотрите, какое произвело у вас усердие, какие извинения. Это говорится про всю церковь, которая приняла участие вот в этом блуде и запачкалась вот в этом блудодеянии. По идее, апостол Павел, он имел право, власть, просто всю эту церковь, если бы они там вовремя не остановились, просто предать анафеме, как это Иисус Христос сделал с фарисеями. Итак, вся церковь покаялась. Это хорошо или плохо? Как вам? Конечно, хорошо. То есть, представляете, вот такое действие, которое произвел апостол Павел, произвело какой-то пленый такой невероятный плод праведности, чистоты и истины. Еще одно место, которое я хочу сегодня открыть, и это написано в послании Галатам, в первой главе 6 стиха. Я уже заканчиваю. И это, вы знаете, на самом деле это обращение Павла к несмысленным Галатам. О несмысленные Галаты! То есть, они чего-то не понимали. Они не понимали значения Креста. Они не понимали значения крови Иисуса. Они не могли оценить реально силу Слова Божьего. Плохо исследовали Священное Писание. 6 стиха. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить, то есть, извратить благовествование Христово. Но если бы даже мы, давайте мы вникнем, будем внимать, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет что? Да будет анафема, да будет отлучен, да будет просто вот так извергнут из среды. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. То есть, апостол повторяет еще раз, потому что это очень важно. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то я не был бы рабом Христовым. Скажи аминь. Слава нашему Богу. И вы знаете, вот просто вот это место, оно как бы вот такое завершающее сегодня, о том, что насколько это все серьезно. Насколько серьезно нам придерживаться того благовествования, которое описано в Священном Писании, которое до нас донесли апостолы. И вот просто принять его, сверить его со всем Священном Писании, с Ветхим Заветом, с Септуагинтой, с Торой. И вот просто вот так вот на самом деле исследовать. Ну, это так ли? Это так. То есть, читаешь, убеждаешься, в чем-то утверждаешь. И были ли примеры в моей пастырской жизни, да, вот, когда я принимал участие в том, чтобы отлучить кого-то. Я хочу сказать о том, что в моей, ну, у меня больше 25 лет пастырской деятельности, и я, конечно же, делал замечания, кого-то обличал, кого-то ставил, ну, просто вот на самом деле, вот, просто вот, ну, там, сестра, вот, я вынужден сделать тебе такое-то, такое-то замечание, вот, ну, что-то сказал, предупреждение какое-то. И, конечно же, я принимал участие в том, что кого-то мы отлучали. То есть, в пастырском советах мы отлучали проповедников, потому что видели, что проповедник несет конкретную ересь, и даже не пытается остановиться. Вот в моей жизни была такая практика. В нашу церковь, которую мы основали с Натальей, с моей супругой, пришел один такой бывший, он освободился из не столь отдаленных мест, вор-рецидивист, который несколько сроков отмотал в тюрьме, и вот очередной раз вышел, и вот, ну, вот именно в том районе жило очень много, ну, это химия, так называемая, то есть они как бы на восстановлении, на реабилитации, и он пришел в нашу церковь, ну, и вроде бы как покаялся, да, вроде бы как принял водное грешение, вроде бы как принял такой, ну, благочинный вид, вроде бы как брат. Ну, я чувствую, что что-то вот такое, ну, мутное, ну, такой скользкий вот такое, ну, просто что-то начинаешь у него прояснять, он начинает вот так выворачиваться, выскальзывать. И потом через какое-то время мы узнаем о том, что, ну, он конкретно брат во грехе, вот, и потом уже он это уже и не скрывает, и потом уже начинает всю вот эту грязь неси в церковь и оправдывает вот этот грех по Священному Писанию, начинает выдергивать места из Библии, из контекста, и говорит, вот здесь вот написано вот так, возьми себе в жену блудницу, да, вот написано у одного пророка, ну, вот я взял, ну, просто, ну, а что тут написано в Библии? И просто вот я один раз его предупредил, в том второй раз сделал ему замечание, потом еще раз поговорили, и он все вот так выкручивается, вот такой скользкий вот такой, ну, просто, ну, и вот по его ухмылке я понимаю, что он не собирается каяться. Ему нравится это дело, и вот просто, ну, пока нравится человеку, да, ну, просто, я говорю о том, что человек не может освободиться от греха до тех пор, пока ему этот грех нравится. Это временное греховное наслаждение. Ну, просто когда человек понимает о том, что этот грех ведет его к смерти, конкретно ведет его в ад, то человек начинает призадумываться. И я ему говорю, брат Виктор, знаешь, я вынужден тебя в конечном итоге, ну, если ты не остановишься, предать анафему. Я сделаю это при свидетелях, я сделаю это при церкви. И через какое-то время, когда он не остановился, и он глумился, то есть он смеялся мне в лицо, ухмылялся, говорит, а что вы вообще можете мне сделать? Побить вы меня вы не можете, вы не имеете права там, ну, на самом деле. Ну, предавайте, ну, если у вас, ну, просто есть такая власть, если хотите, мне-то от этого чего? Ну, подумаешь, анафему, да? То есть для него это слово не имело никакого значения. И мы его всей церкви предали анафеме. И вы знаете, я не знаю, я уже не помню, это было давно, сколько времени прошло, но этот человек приходит с испуганными глазами и говорит, я вообще-то, я не думал, что это все настолько серьезно. Вот честно, вот не думал. Я, говорит, вот приехал на вот этом автобусе, у нас только один автобус ходил в тот район, на семерке, и говорит, я вот выхожу из автобуса, я точно знаю, что там ничего не было. Потом я, говорит, просто, потом я еще вернулся на это место. И вот я выхожу, а автобус такой высокий довольно, и как будто меня кто-то взял за ноги и вот так вот, вот так вот, об асфальт. Вот. И разбил все лицо. Но самое главное о том, что это произвело в нем такой страх, вот именно страх Божий, страх Божий, начало мудрости, да, о том, что он прибежал в таком страхе, он вернулся, говорит, в то место я пощупал там этот порог, ничего не было. И говорит, я понял, что это Бог. Бог начал меня судить по вашему слову, по молитве церкви. И вы знаете, это привело человека к глубокому покаянию. Это человека ввело в страх Божий, то есть он начал уважать Бога, он начал уважать Библию, он начал уважать церковь. Ну, говорит, оказывается, церковь имеет такую власть, что ну просто сказали, помолились, и тут просто, ну, понятно, что это, ну, просто все, каюсь, ребята, ну, просто простите меня, примите меня обратно, я буду читать по новому Библию, я все пересмотрю. Через какое-то время, слава Богу, этот человек отказался от этого греха. Слава Богу. Так вот она для чего. Не для того, чтобы проклясть и навечно забыть. Все, да? Ну, для нас человек вообще это не имеет вообще никакого значения, да? Не так. Бог просто вложил в наше сердце ту же самую любовь, которую Он имеет к людям. Он хочет принять какие-то меры, когда человек не понимает, он может принять какую-то, да, ну, довольно строгую меру. Это как, больше похоже на какую-то хирургическую операцию, когда, ну, вот, ну, надо вырезать эту опухоль. Ну, просто иначе метастазы пойдут, да? Ну, просто вот, если вовремя это вырезать, то оно все, ну, то есть, не даст никаких последствий. Вырезали все, человек немножко пострадал, больно-больно, но зато все, да? Ну, все, дальше живет здоровым, продолжает жить с Господом уже. Слава Богу. Я хочу сказать о том, что в моей жизни был один такой курьезный случай, когда вот я шел. Я хотел бы сказать, не подумайте, что я радуюсь тому, что человек вот разбил лицо или с автобуса упал. Я не этому радуюсь. Я радуюсь тому, что человек покаялся и потом уже пошел с Господом, да и Бог его начал благословлять. Один такой курьезный случай, когда я шел с работы, ну, это в наших кругах христианских, это был довольно уже известный случай. Я захожу в один магазин, и там стоит, ну, казашка, да, то есть, местное население, и она что-то там продает. Ну, я посмотрел на прилавок, смотрю там, что бы мне хотелось там перекусить. Ну, вот так я вот просто периодически покупал, ну, я же доктор, да, ну, любил я докторскую колбасу. Ну, вот просто вот, ну, я говорю там, что, ну, дайте мне вот эту докторскую, да. Ну, она достает эту с прилавка, я так пощупал, вроде нормальная, ну, там, ну, как обычная, розовенькая такая. Вот, срок годности нормальный. Вот, я купил ее, поднимаюсь к себе домой на четвертый этаж, ну, там захожу, ну, думаю, дай-ка я попробую, ну, там, бутербордик такой сделаю, там, ну, там, немножко своего солнца, ну, для меня это вот, ну, вкусно. И я вот ножичком пригасаюсь к этой колбасе, и она взрывается, то есть она протухла. Я понимаю, как доктор, я понимаю, что так как срок годности не истек, значит, просто были не соблюдены условия. То есть она или где-то лежала в каком-то тепле, и она быстро, и, может быть, она изначально была какая-то несвежая, она протухла. Ну, думаю, как они могли, ну, как вот, ну, на самом деле, ну, то есть, наверное, это не первый какой-то случай. Ну, думаю, может быть, я сейчас пойду в магазин, по крайней мере, хоть мне деньги вернут. Вот, ну, просто, ну, немножко повозмущаюсь там, ну, скажу, что вот такие вещи происходят, ну, вот, потому что это неприятно, потому что колбаса взорвалась, и немножко меня обрызгало, и я, ну, понятно, что вот этим всем пахну. То есть я тут же беру, обываясь, спускаясь, иду с этой колбасой, захожу в магазин, я говорю, вы что, что, вы что вообще, вы что делаете-то вообще? Вы что, Бога не боитесь? И она вместо того, чтобы мне вернуть деньги, она начинает меня оскорблять. Вы купили, вы сами виноваты, мы там, ну, идите отсюда, короче, там, ну, и так далее, потом. И вы знаете, что я делаю? Я ложу эту колбасу, и вот это стало потом, вот это движение стало известным. Ну, вот, просто потом наши друзья так шутили. Вот так немножко я поправил очки, говорю, безобразие. Развернулся и ушел. И все. Ровно через три дня, вот, хотя, по идее, мы знали, что этот магазин работал там вообще длительный период времени, там, неизвестно сколько, там, хозяева менялись. Я прохожу этого, мимо этого, я хочу сказать честно, я не жаловался. Я не жаловался там, хотя я мог, имел право пожаловаться. Я не жаловался, я просто помолился и отдал этот вопрос Господу. Я прохожу мимо магазин, и там висит такая большая таблица, там что-то заклеено, короче, там. И просто вот этот магазин по каким-то причинам, видно, пришла какая-то комиссия, закрыли. Я хочу сказать о том, сколько потом мы там еще в этом магазине, в этом доме, да, потому что мы жили именно в этом доме, где был магазин. Сколько мы в этом доме еще жили перед тем, как уехали в Болгарию, этот магазин так и не работал. Представляете? Просто вот, просто Бог вот так закрыл, и этот магазин больше не работал. Я верю в то, что это власть верующего, потому что у нас колоссальная власть. И вот на самом деле, вы знаете, просто это, опять же, не для того говорится, чтобы побахвалиться о том, что вот, ну, я вот такой, да. Я хочу сказать, мы все, но если ты христианин и верующий, ты имеешь такую же власть. Обличать, вот, если ты любишь, ты призван обличать. Бог говорит, кого люблю, в книге Откровения, помните, да, кого люблю, что Бог делает? Кого люблю, того обличаю и наказываю. И опять же, не для того, чтобы там показать свою высоту, для того, чтобы спасти, для того, чтобы предупредить о том, что там за оградой, там все уже, пропасть, туда просто полетишь. Предупреждаю тебя, один, два, три, четыре раза, остановись, остановись, это страшно, остановись. Слава нашему Богу. Я, перед тем, как перейти к трапезе Господней, прочитаю еще одно место, оно тоже написано в первом послании Коринфянам. И как-то вот это место, оно тоже вот немножко об этом. Первое послание Коринфянам в 11 главе, с 23 стиха. Еще раз я прочту название проповеди. Практика вовлечения в церковь, какими-то мирскими способами, с целью отлучения от нее, потому что на самом деле мирские способы не работают. Люди конкретно приходят не к Иисусу, они приходят к чему-то, к каким-то методам. И практика отлучения от церкви с целью укрепления в теле Господнем. Вот я верю в то, что когда человек получил вразумление, он укрепляется в теле Господнем. Аминь или не аминь. Когда он просто понял о том, что Бог живой, да. Я хочу сказать, вот прошлое проповедь, которую я читал, это было позапрошлое воскресенье, я говорил, каким образом мы можем являть Христа миру. Это очень интересная тема. То есть, когда мы делаем то, что мы как люди не можем делать. То есть, когда мы бесконечно, безгранично прощаем, например, или милуем, или покрываем. И вот одно место, когда апостолы приходят и говорят, до Севилии, знаете, так лукаво, до Севилии раз прощает мне брату моему. Я хочу сказать, апостолы, это были уже апостолы, они говорили про свою рамку, про свои границы. То есть, Петр или Иоанн, он говорил о том, что вот Иисус, ну вот я могу простить в день, но извини меня не больше семи раз. Ну вот это так или не так? И что Иисус Христос отвечает? Ну, по семь раз, по семьдесят раз, по семь. Ну, скажу так, на доступном русском языке. То есть, это в день. Это означает, что бесконечно надо прощать. Я хочу сказать, о ком это говорил Иисус Христос? Я хочу вам сегодня уверенно сказать. Иисус это говорил о себе. Потому что, если братья друг против друга грешили по семь раз в день, ну это минимум, что они могли простить, то против Христа они грешили. Вот все вот апостолы, двенадцатый апостол, они все при своей жизни, пока они ходили с Иисусом, что они делали? Они грешили. Они спорили, они скандалили. Кто там на небесах займет позицию повыше, ну чуть ли там до драк дела не доходило. Посылали своих родственников поговорить с Иисусом, пусть там он, ну, чтобы мне по правую руку от него сесть. Ну, то есть, вот какие-то вот такие человеческие движения. Хочу сказать, что апостолы грешили против Иисуса сотни раз в день. И сотни раз Иисус Христос их что? Сотни раз Иисус их прощал. Я хочу сказать о том, что мы сегодня находимся в такой позиции. Я хочу сказать о том, что вот у меня сегодня есть этот ресурс. Если я верю в Иисус Христа, если Иисус живет в моем сердце, Он дает мне, слышите меня, Он дает мне любовь прощать по 500 раз в день. По 500 раз в день. Если у меня этого нет, значит, я просто человек, который, может быть, называется христианином, но в сердце Христа нету, потому что без Христа ты не можешь простить более семи раз. Слышите меня? Более семи раз не можешь. Ну, вот раз, ну ладно, прощаю. Ну, ладно, прощаю. Ну, ладно, прощаю. А вот здесь уже, извините, вот здесь я уже не могу простить. Ну, потому что наши резервы, они ограничены. У Иисуса безграничный ресурс. Аминь или не аминь. Поэтому еще одна хорошая такая новость, еще одно такое свежее откровение. Я прочитаю в первом послании Коринфянам, с 23 стиха, 11 глава. Ибо я от самого Господа принял то, вот скажи в сердце своем, вот я от самого Господа хочу принять, вот я от самого Господа хочу получать откровение. Ну, не через проповедника, не даже через пастыря, не даже через апостола Павла. Лично хочу, лично. Я хочу сказать о том, что самое главное откровение, которое я когда-то получил в жизни своей, о том, что Бог поначалу, Он говорит через свое Святое Слово, через Библию. Библия для меня, у меня было десятки тысяч вопросов. На все эти вопросы я получил ответы. Где? В Библии. В Библии есть. Это если ты будешь хорошо копаться и соизмерять, там, сверять все места, читать все это, ты получишь ответы на все вопросы. Я, по крайней мере, получил. И вот просто вот так вот, вот захоти этого, выжелай. Я хочу лично от самого Иисуса принимать. Но чтобы это соответствовало Священному Писанию. Аминь, аминь, аминь. Потому что если не соответствует, то это иное благоествование. Слышите меня? И да будет анафема. То есть это очень серьезно. Мое откровение должно соответствовать тому, что вот здесь, вот в этой книге написано. Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите и едите сие из тела мое за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечерей сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. И это откровение. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господня, недостойно, то есть продолжая делать грех, пребывая в каком-то пороке, потом приходить спокойно в церковь и принимать участие в трапезе Господне, я хочу сказать, это недостойно. Я хочу сказать, это даже опасная вещь, о чем апостол Павел пишет ниже. Виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя человеке таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая теле Господне. Оттого многие из вас что? Немощны и больны, и немало умирают. И вот так, слава Богу, что вот я вот смотрю на нашу церковь, я вижу, что наша церковь молодая, Бог очень работает хорошо с каждым. Я вижу в нашей церкви, я хотел сказать, в нашей семейной церкви, это так, видимо, потому что у нас одна семья, все такие красивые, все здоровые, да, ну просто вот реально, Бог хранит, дает хорошее здоровье. Я хочу сказать, что для нас это очень тоже значимо, я верю в то, что это признак того, что мы идем за Господом. Может быть, мы пока еще, кто-то еще младенец, кто-то только недавно народился, но мы идем за Господом, и вот как Израиль вышел из Египта, да, и вот на самом деле написано, из них никто не болел, у них даже обувь на ногах она не снашивалась. Аминь, аминь, аминь. И вот на самом деле, Бог хранит нас, когда мы идем верным путем. Но когда вот приходят какие-то болезни, какие-то недуги, да, вот потом все более и более серьезным, Бог через вот эти недуги говорит о том, что ты где-то отклонился, ты где-то просто отошел, ты где-то что-то пропустил. Недостойно принимаешь тело Господне и кровь Господне. Оттого многие из вас немощные, больные и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Что нам надо делать? Нам очень важно судить себя. Ну, как судить? Открываешь Писание, Писание, оно обличает. Священное Писание, оно полезно для обличения, для наставления, для исправления, да, написано так. Оно обличает меня, и когда я вот себя сверяю с тем критерием, который заложен про меня в Священное Писание, я понимаю, что оно меня обличает, я тут же каюсь, я говорю, Господь, я хочу, я буду, я соответствую, я хочу соответствовать тому образу, который заложен во мне через Твое Священное Писание. Я корригирую себя, да, в чем-то покаялся, где-то от чего-то отрекся, от чего-то отказался. Мы судим сами себя, чтобы не быть судимыми с этим миром. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Аминь. Слава нашему Богу. И сегодня мы приступаем к трапезе Господней. Я хочу сказать о том, что очень хорошая тема на сегодняшний день, чтобы мне задуматься о том, что в правильном ли я состоянии сегодня нахожусь, да. О том, что просто, может быть, я Библию не могу читать, потому что она меня обличает, и я поэтому перестал ее вообще читать, потому что она, на самом деле, некомфортная книга. Продолжайте читать Библию, потому что оно умудряет нас во что? Оно умудряет нас во спасение. Речь идет о вечной жизни. Задумайтесь, друзья, где мы проведем вечность? Или при жизни гореть для Бога, да, или после жизни гореть без Бога. Выбор очень серьезный. Речь идет о той вечности, где мы будем ее проведить, или без Бога в аду, или с Богом в раю. Сегодня ты решаешь. Сегодня ты решаешь. Поэтому у нас сегодня сейчас будет молитва. И если Слово Божие тебя обличило, посмотри в свое сердце, в свою душу. Если вот вскрылся какой-то грех, который ты понимаешь, это грех. Вот надо называть вещи своими именами. Я всячески оправдывался, пытался как-то завуалировать. Вот это грех, я в нем каюсь, я от него отрекаюсь, я больше к этому никогда не вернусь. Я больше так не буду делать Богу. Дать Богу обещание, что Его силой, потому что Бог не дает быть сверхсилой искушаемым, но при искушении дает силу Святого Духа, аминь, чтобы можно было превозмочь. Бог всегда в нас силен. Тот, кто в нас, Он больше того, кто в этом мире. Покаясь, в каких-то грехах, то, что вот всплывет, попроси Бога омыть твое сердце, твою душу, спасительной благодатью, и потом уже, если ты чувствуешь, что ты можешь, что ты имеешь дерзновение приступить к телу Господню, я хочу сказать о том, что у нас сегодня есть новые люди, о том, что я знаю, что это верующие люди пришли, и мы вас приветствуем в собрание, то есть, если вы крещены Духом Святым, если вы воцерковлены, если вы в теле Господнем, то вы, если совесть ваша не обличает вас, то вы имеете право сегодня принять эту трапезу вместе с нами, то есть, мы вас принимаем, как наших сестер возлюбленных, потому что мы знаем, что Господь вас любит, я по вашим глазам это вижу. Слава нашим Богу!